всем привет регина и сегодня впервые снимаю абсолютно фристайл видео только что я запорола вторую часть моего видеоотчета за день не знаю буду ли я снимать ее еще раз потому что же первую часть пришлось мне переснимать из-за того что позвонил мой супруг и отвлек меня от процесса плюс в моем организме сейчас вдыхаются полтора литра сангри а если кто-то не знает это 7 процентный алкоголь то есть в принципе я уже довольно пьяненько и и с одной стороны конечно во мне сидит такой мальчик который говорит реки на пьяненько не пьяненько и дело есть дело фигач а с другой стороны во мне сидит такая девочка который говорит знаешь что дорогой я вот честно старалась я вот от всей души но если они расстаются значит не судьба ну что в этом роде и так и собственно говоря спонтанно я решила снять хотя бы что-то и очень рада тому что внутри меня живут не только мальчик но и девочка и позволяет мне делать такие спонтанные акции потому что никогда не знаешь на самом деле что это чтобы людям понравится на то что людям понравится не в принципе положить что вечности понравится скажем так потому что я все время вспоминаю еще не то что вспоминаю просто не забывая судьбе винсента ван гога я его подсолнух и о том как им сейчас восторгается и амстердаме есть целый музей вот его лично и как ему тяжело жилось на свете пока он не решил все это дело самолично прекратить так что я в принципе горжусь тем что снимаю сегодня такое альтернативное видео может когда-нибудь она уйдет с аукциона кристи за много-много миллионов долларов и хотя бы мои дети постум порадуются тому что вот плане такая мама и пи 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 пип как маму ее было трудно использовать но зато она ставила хорошее наследство на чем ей и спасибо собственно говоря не честно я чем дольше снимают видео чем дольше я болтаю так фристайл тем больше понимал какое это на самом деле большое человеческое счастье вообще не заморачиваться не пытаться там выставлять свет то есть как бы если вы умеете все это делать это супер просто я всегда всю мою жизнь была за то чтобы как бы как сказал александр маквин для того чтобы начать разрушать правила вы должны сначала с ними познакомиться то есть сначала должны ими овладеть и тогда это будет разрушением правил а если вы правила просто игнорируете то вы извините дворняжка просто человек который совершенно не при делах во всяком случае в некоторых сферах человеческой жизнедеятельности как скажем моя мама и что это была за история забыл это слово по-русски единоборство в общем как бы этот бойцовские все вот эти вот истории где-то на ютюбе у меня есть видео под названием my mom says о четырех мечах совершенно потрясающее видео по моему до сих пор не имеет ни одного просмотра и на самом деле это жалко потому что притчи которые сказал мне мою мама она суперская единственная проблема в том что моя мама всегда считала возможным для себя со ступени 0 сразу заскочить на ступень 4 я в принципе очень хорошо понимаю потому что мы все время тоже хочется увидеть себя сидящий на поперечном шпагате и вот это вот вся работа которая связана с изменением положения я не знаю вот этих тех анатомических выражений в общем как бы нога должна по-другому находиться по-немецки звать открыть открыть бедра я не знаю если в русском языке адекватное выражение но поверьте мне но я в принципе думаю что почти все пытались все время сесть на поперечный шпагат и наверное 99 9 процентов людей поняли что так просто это сделать не удастся а моя мама все мечтает о том чтобы типа из с нуля до в князи на самом деле это забавно и повторюсь опять же метафора очень такая приятная медитативная и чем больше я болтаю тем больше понимаю насколько много вообще в моем характере отпечатков характера моей мамы я тоже мечтаю что сейчас лежа на своей двуспальной кровати в одиночку в пьяном виде произведу на свет какой-то какой-то артефакт который потом можно будет загнать за дорогу все дорогие мои всех люблю целую реально даем не болтать большое спасибо господа бог за то что он придумал загнать некоторые вещества другие вещества по названию алкалоиды и честно совсем недавно мне хотелось куда пойти что-то подделать там что-то намутить а теперь лежу я на спинке и вспоминаю слова из рассказа уж не помню из какого рассказа но речь там что-то о пионерском лагере о мальчике который решил написать стихи стен газеты он долго их пытался стихиями ведут подогнать под погоду но погода все время менялась и поэтому редколлегия постоянно стихи отклоняла николай носова насколько помню рассказ но вот не спрашивайте меня как рассказ называется но стихи я помню до сих пор стихи в окончательной редакции звучали следующим образом льется солнце луч на голову мне льется дождь на голову мне ничего не льется на голову мне эх хорошо моей голове всех любит целую до новых встреч в эфире пока пока